Что такое общежитие во сне? Что такое общежитие, которые могут проходить в группе людей. Если вот, например, был у женщины сон, что она в общежитии жарила грибы, вернее, она проходила по коридору и видела, что жарили блины. Был родительский день через 2-3 дня. То есть подходило общежитие, то есть закон блины. Это родительский день, когда идут на кладбище, поминают родители. Это общие законы, которые могут быть. Поэтому общежитие, это обозначает общее житье. Общежитие, это могут быть законы какие-то, которые могут выходить с общежития. Поэтому это, например, болезни, которые могут быть. Например, общежитие. Например, это может быть общественное столовое. Тоже это типа общежития. Женщина видит, что она ходит по общественной столовой, где много людей. И разносит кусочки колбасы. То есть женщина была уже больна инфекционным заболеванием кишечным. И она разносила его. То есть она заражала других людей. Вот тоже это общее. Общепит тоже. Это столовое. Общежитие. Это жизнь других людей, которые находятся рядом. Поэтому вот здесь вот общежитие, это то, что касается общества. Он не касается конкретного человека. Общежитие может сниться к ссорам, к сплетням, к обговорам, к склокам. Среди определенного количества людей. То есть общее житие. Поэтому здесь надо дополнительные символы смотреть по сну. Например, дополнительные символы могут быть, например, внутренний угол. То есть это внутри общежития. Значит, это внутри коллектива. Если угол внешний, и общежитие вы видите, и внешний, это обострение. Это внешнее обострение может быть. Потому что угол в основном идет как бы к обострению, к не очень хорошим, будем говорить, событиям. Поэтому тут надо смотреть именно какие-то проблемы могут быть с недвижимостью. Общественные. Поэтому если у вас есть где-то какие-то, будем говорить, или проблемы, или вопросы по вашему жилью, значит, тут надо быть очень-очень аккуратным. Если вы переезжаете из общежития на свою квартиру. Кстати, очень много может быть именно общежития. Это штампы мышления, которые закладываются у вас. Тут надо смотреть. Это студенческое общежитие. Значит, какие-то комплексы, может, именно или комплексы, или привычки, которые может дать общественное мнение или общественное жилье. Что такое студенты? Студенты, которые могут бы жить, будем говорить, на копейках. Это может быть при дополнительных символах небольшие деньги. Это могут быть, то есть у вас наступает период, когда материальная составляет у вас будет, будем говорить, совсем маленькая, небольшая. Это как бы говорит о том, что надо где-то, может быть, потерпеть ради чего-то. Плюс общежитие студенческое, это может быть, чему-то вы учитесь. Может быть, и именно обращение с деньгами, или какую-то профессию, или в каком-то области вы учитесь. Это тоже может быть. Но здесь идёт именно мышление, мышление студента. То есть это может быть вплоть до того, что это, может быть, когда вы в последний момент решаете свои проблемы. И вы можете их не решить. Почему? Потому что по причине того, что вы можете упускать время. Если это рабочее общежитие, значит, здесь будет связано с работой. Или штампа мышления, которое было когда-то у вас, когда вы жили. То есть влияние штампов мышления коллектива, коллективное на вашу сейчас жизнь. Если вы выезжаете из общежития, значит, вы избавляетесь от этих штампов мышления. Поэтому, если вы, например, видели во сне, что ваш муж живёт в студенческом общежитии, вполне возможно, что все дела, которые он делает, он будет делать в последнее время. И он не в последнее время, в самый последний момент, и может его не сделать. Это студенческое вот такое вот мышление. Или же просто-напросто он мало зарабатывает деньги по причине того, что он приспособился к малому своему заработку. И ему много не надо. Если старые комнаты в общежитии есть, поэтому, может быть, если увидите, что вы находитесь в старом общежитии, значит, у вас остались какие-то привычки или мышления, которые могли где-то заложиться в прошлом. Именно связаны с социальными какими-то штампами общежития. Там, где масса, количество людей на вас может давить. Масса. Поэтому это штампы мышления. Продолжение следует... Продолжение следует...